Всемирный день борьбы с диабетом отмечен в календаре 14 числом последнего месяца осени. В Беларуси состоит под наблюдением около 380 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Немалые цифры заставляют задуматься и подчеркивают важность информирования среди населения. Заподозрить и диагностировать заболевания на ранней стадии в осознанном возрасте гораздо легче, отметила в нашем разговоре Виктория Козел, врач-эндокринолог, что нельзя сказать о детях, которые не всегда способны разглядеть тревожные звоночки. Сахарный диабет – это заболевание, которое известно еще с времен пирамид, и оно имеет несколько типов. У детей чаще всего встречается первый тип диабета, когда мы имеем гибель клеток поджелудочной железы, клеток лангреганца, и перестает вырабатываться инсулин в организме. То есть абсолютная недостаточность инсулиновая, и кроме введения инсулина извне, лечения данного заболевания не существует на данный момент. Очень часто вы можете видеть на улице ребенка и не знать, что у него есть диабет. Я всегда своим пациентам говорю, что ребенок с диабетом и ребенок без диабета отличаются только одной причиной. То есть у ребенка без диабета работает своя поджелудочная железа. У ребенка с диабетом вот этот автопилот отказал, и мы обучаем ребенка, мы даем ему в руки шприц-ручку или инсулиновую помпу, и учим работать своей поджелудочной железой. Какие основные признаки? Наверное, с тех самых времен есть триада. То есть ребенок начинает много пить, то есть это жажда, это когда ребенок выпивает 3-4 литра воды. Ребенок встает ночью, он просит пить. В то же время ребенок начинает много писать, бесконечно бегает в туалет, он просыпается ночью в туалет. Если ребенок этот маленький, у него может быть недержание мочи ночью, и при этом ребенок начинает худеть. Варвара Прокопович, юная пациентка Брестской детской областной больницы, узнала о сахарном диабете 6 лет назад. Тогда ее впервые обеспокоили симптомы, которые до этого не тревожили. Но Варвара рассказала, что заболевание не стало приговором. Она по-прежнему ведет активный образ жизни и развивается во всех сферах. Благодаря самоконтролю ее жизнь не отличается от жизни тех, кого не коснулось заболевания. Ничего страшного в этом нет. Можно всему научиться, всему приспособиться. О каких-то симптомах я не знала. У меня часто была жажда, очень хотелось пить, была слабость некоторая. Я думала, может, просто устала в школе, а потом как-то пошли сдавать анализы, и выявился диабет. Можно полностью нормальной жизнью жить, можно заниматься спортом, ходить на футбол, борьбу, вообще что-то, что угодно. Учеба не мешает, я думаю. Заглянув страхом в глаза, можно оценить реальные масштабы ситуации и научиться контролировать степень заболевания у детей. Это же касается и взрослого населения. Когда ребенку ставится диагноз сахарный диабет, первое, что мы говорим родителям, это для начала успокоиться, потому что мы все расскажем, мы всему научим. Второе, это обучиться в школе диабета. Она неспроста называется школа, то есть мы там постепенно, вот как с первого класса, начинаем, даем родителям азы, что такое инсулин, как он вырабатывается в организме, как мы правильно считаем питание. То есть чем лучше мы обучим маму, чем лучше мы обучим ребенка управлять своей поджелудочной железой, тем, конечно, легче им в целом. Рациональное питание, подвижный образ жизни, умение управлять стрессом – это колоссальный резерв и самостоятельный метод лечения диабета. И самое главное – контроль за показаниями сахара в крови. Это под силу каждому. Если мы возьмем там все население, конечно, ген, то есть генетическая предрасположенность к сахарному диабету есть. Да, она существует, но это не значит, что если у мамы диабет, значит будет и у ребенка диабет. Важную роль играют факторы-триггеры. То есть триггер – это фактор, который запускает данный процесс. Мы боимся того, чего не знаем. То есть сейчас очень много достаточной информации. Мы и для учителей готовим памятки, буклеты были разработаны. То есть мы боимся того, чего не знаем. Но если мы проявляем заинтересованность, если мы знаем, что есть такой ребенок, который нуждается в коррекции глюкозы, в измерении глюкозы, в наличии, допустим, телефона на занятии, если у него стоит мониторирование, то таких детей бояться не надо. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.